У нас прошли везде пленумы, активы, где приняло участие более 6 тысяч человек. И сегодня завершающий этап предварительного подведения итогов и, конечно же, определить свои задачи на ближайшие пять лет. Придерживаться чётко заданной линии. К этому призывал и коллег. Последние годы по Краевому совету ветеранов, который он возглавлял. Осенью Алексей Алексеевич должен был отметить свой юбилей – 85 лет. Уверенный в себе и в своих идеалах, целеустремлённый человек с увесистым багажом жизненного опыта, отличным чувством юмора и талантом примерять. Соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича выразил губернатор Владимир Владимиров. Практически весь жизненный и профессиональный путь Алексея Алексеевича неразрывно связан с нашим краем. Он родился и вырос на Ставрополье, состоялся здесь как специалист и руководитель. Многое из того, что сейчас помогает развитию нашего региона, создавалось при его участии. Это объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, социальной сферы и агропромышленного комплекса. Он внёс свой вклад в благополучие Ставрополя как законодатель и, конечно, как представитель и защитник интересов старшего поколения земляков. Алексей Гоначенко родился 5 октября 1935 года в селе Сергеевском. В родном колхозе начал работать. Закончив семь классов, поступил в Александровский сельскохозяйственный техникум. В родное село вернулся уже молодым агрономом. Свою первую награду получил в Калмыкии. Это была медаль за освоение целины. Женился. Вернулся на Ставрополье. Перешёл на партийную работу. Он буквально строил изобильный, добился появления районной больницы, кинотеатра, дома советов, ретранслятора. Затем во многом благодаря харизме и энергии Алексея Гоначенко преобразилось село Донское. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона ему присвоено звание почётный гражданин Ставропольского края. Он всегда пытался понять, чем живут люди сегодня, какие ценности для них важны, чего им не хватает для нормальной жизни. Многие вопросы касаются социального обеспечения, прежде всего, ветеранов. Это и вопросы, связанные с индексированием пенсий. Это связано и с тем, чтобы заработная плата была не ниже прожиточного уровня. Позиция твёрдая, скажем так, что поправки эти надо принимать. Алексей Алексеевич был депутатом Краевой думы 4-го и 5-го созывов, активно отстаивал интересы ветеранов в парламенте. Продвигал законопроект о статусе детей войны, который впоследствии поддержал глава региона. Для коллег по законодательному цеху он остался амбициозным, честным и мудрым товарищем. Не прошло без Алексея Алексеевича, наверное, ни одного события значимого в Ставропольском крае, в котором бы он не принял участие и не было его непосредственно, так сказать, забот, хлопот. Очень сильно он любил своих друзей своих, всё то, чем он занимался, отдавал полностью себя работе с ветеранами. Важную роль в жизни Гоначенко занимал Краевой совет ветеранов. Он возглавлял его последние годы. Помимо того, что он старался сделать условия жизни пенсионеров у нас в регионе максимально комфортными, большое внимание уделял патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По максимуму идти в школы, в вузы, разъяснять. Будем привлекать, к сожалению, мало уже оставшихся участников войны, детей войны, тружеников тыла. И главная задача нашей ветеранской организации на первом плане – это воспитание нашего подрастающего поколения. Он строил большие планы на будущее. Ждал следующий год, когда сможет пройти с бессмертным полком по улицам Краевой столицы. И, как подобает, встретить День Великой Победы. Ведь для него этот праздник был святым. Но жизнь внесла свои коррективы. Накануне Алексея Гоначенко госпитализировали в реанимацию. Все очень надеялись, что его неудержимое желание жить поможет справиться с недугом. Сердце Алексея Алексеевича остановилось утром, 28 июля.